Ванюш, мы ходим. Здравствуйте. Московское центро развития и эпидемии. Я просто обещу вас, может быть, вы знаете по положению или что-то. У людей, конечно, свои интересы, представления, кто в зале находится. Семинар у нас будет проходить сегодня. Наверное, долго не пройдется, так как помещение должно это оплатить и аренду заплатить. Поэтому надо будет взнос сделать. Потом после этого, когда вы будете выходить, подойдете ко мне и оплатите. То есть положение мы это указываем. Видимо, мы долго не сможем задержаться и нет смысла. Зовут меня Роберт Померия Хатмурин. Я являюсь президентом российской организации «Шидакан». Квалификация моя в карате пятый дан. Я являюсь шиханом, президентом европейской организации. Живой в городе Казань. Приехал я в этом году из Латвии. Направленный в конкурс Додзо, Япония. Я канчу своего научителя, мой живет. Япония, он является учеником Маста Цояма, учебеси. Обладатель девятого дана, президент Мировой Ассоциации. В организацию «Шидакан» входит 68 стран, и Россия является полноправленным членом. На сегодняшний день я являюсь руководителем организации. И на этом посту я сменил Евгения Головихина. Если вы знаете, кто это такой, это наш прославленный боец в прошлом, Евгений Васильевич Головихин, сейчас он в олимпийском спорте. Он являлся с 98 по 2002 год бронщифом. На сегодняшний день он занимается своими вопросами. И в России появилось это вакантное место. Я, скажем так, в своей работе где-то определенно показал какой-то перспективный рост там в Европе. И в связи с тем, что я единственный русский человек, который, ну, русскоязычный, в Мировой Ассоциации, то я был направлен в Россию. И местом моей работы перспективной и вот этой службы в Шудакан является город Казань. Хонба находится российская организация в Казани. Сейчас открыт ДОЦИ, и там будет центр находиться, куда я вас в перспективе хотя бы пригласил. Какие-то индивидуальные вопросы я потом отвечу. Мы собрались по поводу семинара. То есть я сейчас такую больше веду продюсерскую деятельность, чтобы пояснить, что это такое, и люди для себя выбрали на перспективу интересы работы или не работы в нашей, как бы, организации. Не в нашей, а с нашей организацией. То есть базовая техника Шудакан-карате берет свой начало из Килкушина в чистом виде. Ну, в принципе, в чистом виде Килкушин слагался из техники, насколько мы знаем, Макинавская и Шудакан. То есть это более фундаментальная техника, чем Килкушин на данный момент, так как в современном Килкушине сегодня новодела очень много, и, в принципе, мы знаем, он разделился и все. Почему я говорю за Килкушин? Так как Аксан является первым чемпионом Латвии по Килкушинке до 80 килограмм. Первый чемпионат, это самого крупного, который у нас проходил по ГАС ЕФК. Это было в 96-м году в городе Риге. С 98-го года я работаю в системе Шудакан в связи с тем, что произошло определенное разделение у нас, и наш бывший президент Антон Богачев, который Илья Адгара Айспоритес, который до сих пор сейчас работает у меня в Федерации Батвии, они возглавляли организацию, но ее не продвигали. И Александр Иванович Танюшкин порекомендовал, в принципе, порекомендовал, что или смена руководства должна быть какая-то, где должны быть реальные лидеры, или это дело встало, и, в общем, как бы ИФК, эта система у нас немножко ушла в сторону. Такое правило есть нормальное, да, то есть поперек учителя не ходить вперед, и на тот момент было много направлений, куда мы могли идти. Одним из критериев моего продвижения было, то есть я стал чемпионом, одержав три боя нокаутом из четырех боев, в принципе, я провел. Три боя одержал нокаутом, то есть подготовка достаточно была хорошая, и мы работали в открытом чемпионате не Кио Кушин против Кио Кушина, а было много разных стилей. Ну и я, в принципе, попал в финале на чемпионы Европы по любому бою и с организацией Баджулю, да, и я понял, что Кио Кушин, в принципе, хорош как спортивное направление. Заходите, пожалуйста. Но он не хорош именно для драки полного контакта, да, это однозначно я сегодня могу сказать. И потому что в финале, я выиграл только по решению судей, даже у моего учителя, он референт, он сказал против меня, да, то есть показал, так ладно, по хандею было решение. Я сам понял, что такое вставать в пол, и, в принципе, удар, и очень грязная работа, что, если вы знаете, ИФК раньше было одиночный захват, но с теми правилами работали. Помните, да? Вот там, и, конечно, когда тебя хватают, и ты не готов, и хватают хорошо и правильно, но уже, в принципе, ну, я служил в пограничных войсках, и там рукопашка, там мы все это изучали, и я задумался, в принципе, мне уже было 27 лет на тот момент, и я понял, что в спорте я еще хочу побыть, а вот в каком спорте я для себя выбирал. Дисциплина каратэ хороша тем, в принципе, каратэ, наверное, все-таки жизнь надо заканчивать, но начинается, у меня начинается спорта. А спорт – это классические дисциплины, это сегодня ММА и тайский бокс. Помимо Шадакана, я еще в России представляю, как промоутер, именно, направление в АФСЕ, и вот на следующем месяце я буду сборную России, и завели бы там на большой бурный международный турнир, который будет проходить, ну, варенье на 12 тысяч, оба яма ММА и К1. Значит, один из аспектов, что бы я хотел, в принципе, в перспективе нашего общения, не выводя на стиль или еще на что-то. Мне бы хотелось бы работать, чтобы наша организация российская работала со всеми направлениями, как мы делали это в Европе. Это, в принципе, все ударные дисциплины и дисциплины микса. Конечно, в Дзюдома выступать не могли, не могли показывать какие-то показательные выступления айкеду или что-то. Но все дисциплины ударные, а в ударные я отношу и шутокан, в Адаре и в Годжи идут. Почему? Потому что сегодня при достаточно высоком уровне бойцы этих направлений при правильном подходе выступают в боях ММА. Может быть, вы знаете, в Бразилии есть ассимилированные японцы ребята, которые в ОФСЕ, восьмигранники, ну, показывают технику чистого шутокан, ну, убивают всех напрочь, даже авторитетов, которые там, потому что техника настолько неизвестна, да, для боев без правил, для спорта, вот этого входа, быстрого удара, да, что люди не готовы. Все по технику бокса, хитбокса, это все понятно, там ММА, а именно вот под каратэ люди были не готовы в профессиональном спорте. Вот каратисты выносят, там пару человек есть, но они часто пишутся, я упоминать не буду. Я всю жизнь занимался каратэ, с 79-го года, я начал, вот мы сейчас разговаривали, в первой волне, это школа сама была, легендарный первый набор 9-го сентября, это было 79-го года, я посчастливилась попасть, и в мое сердце прям лежит каратэ и доги. Наверное, вот то, что я несу в себе, это на сегодняшний день, это уже только преподобной аспект, чем я сам занимаюсь, это ножи, и, ну, классика каратэ, что в себе несет кихон, это работа пальцев, там вся удушение, ну, всяк, концерт, с углаза, там и так и далее. Значит, что бы я хотел, чтобы по спортсменам, как мы могли ориентироваться, в Казани мы развиваем направление по детям, это как накдаун каратэ, накдаун каратэ, да? Ну, это понятно, это наши правила, это называемые киво-кушины. Далее мы развиваем направление в своей организации бои по правилам кикбоксинга, ну, сегодня это К1 версия, потому что она хорошо адаптирована для людей, то есть с локтями у нас в России мало кто работает, и сегодня пока что это не востребовано, хотя эта дисциплина тоже является системой, вот, боев за титул. И ММА, конечно, и ММА, как вершина спортивного, ну, спортивного, скажем так, совершенства, это ММА, там, ну, можно показаться и в портре, и встать, ну, вы знаете, что это такое. Поэтому, значит, я сегодня хотел бы провести семинар по триатлону, система триатлона, это бои в ринге, вот, как бы, визитная карточка шидаган-карате, это бои в ринге, первый раунд проходит по правилам агаун-карате, с трехсекундным захватом, мы сегодня это рассмотрим. Если мы друг друга не вырубаем, система идет по хантею, да, по флажкам могут судьи в углах ринга поднимать, ну, как делают это в ЭКО, там, на ЭЧГЭТе, там, еще что-то, то есть, ну, а колоритная картилия по судейским запискам, то есть рефери не принимает решения при суде. Если локаута нет, то боль переходит в следующую стадию, условно говоря, вот мы, Роберт Хатмулин и, Хатмулин и Роберт дерутся, условно говоря, да, мы делемся, все хорошо, но мы по карате друг друга не вырубили. Мы снимаем куртки, остаемся в брюках или в шортах, одеваем боксерские перчатки 10-мунцовые, и второй раунд проводим уже по схеме кикбоксинга. Опять не вырубаем. Когда одеваем обрезанные перчатки ММА, 4-мунцовые, и делемся 5-минутный раунд по правилам ММА. И там что-то уже должно произойти, и ММА, как правило, это бывает нокаут или болевой. Значит, чем это продиктовано? Правило, придуманное в Америке, Шахана Диешинора, восьмой дан, президент нашей американской ассоциации, задумал эту идею в начале 80-х годов, где-то порядка в 84-м году. Почему? Потому что американцы, они являются лучшими создателями бренда. Но, насколько мы знаем, многие бренды созданы в Америке, и хорошо продаются. Американцы не являются хорошими носителями бренда, а хорошими создателями. Как правило, японцы хорошими исполнителями. Вот эта формула грамотная, маркетинговая, о чем у нас, в принципе, у нас часто тут Будо говорят, дух самурая, но за этим скрывается абсолютная позиция дилетантов и ханжи в боевых искусствах. Вы можете боевое искусство нести в себе, но работа в группе подразумевает аренда зала, покушать, попить, что-то сделать, куда-то съездить. Поэтому мы должны позиционировать себя, как, пожалуйста, проходите. Деньги, подходи. Значит, позиционируйте вы на себя, как бойцы. А я пригласил сегодня руководителей и ведущих инструкторов. Поэтому мы сегодня с вами на эти темы говорим, а не на то, как в 10-м кьютом бить кингели. Но об этом сегодня говорить не будет. Мы говорим о правилах, о тенденциях и о нюансах судейства. Значит, поэтому американцы в свое время поняли, что лучше не разъединять то, что сегодня происходит в рядах киок-карате, киок-ушин. Ну, я тоже являюсь носителем именно духа киок-ушин. Все ссорятся и выглядят глупо, и над нами все смеются, на самом деле, особенно над россиян. Со стороны России – это страна номер один сегодня. Она пользуется огромным уважением. Сейчас я сборную России везу, и я буду горд выйти в одежде российской команды. Потому что это на самом деле великая страна с прекрасными людьми. Но кому-то выгодно людям давать, но не все, что надо. И люди противопоставляют друг друга. Это не надо, это ведет конфронтации, а мы должны в нашей стране создать хорошую систему работы между собой. Это на данный момент сейчас не демококия, но для этого сюда и приехал. И если это сегодня нам это нужно, мы создадим, если нам это не нужно, мы закончим все это, как многие заканчивают, ничем. Так вот, значит, правила шидокам – это правила консолидирующие. В соревнованиях по боям шидокам приглашаются киокушин, боевых правил, боевое самбо и кикбоксинг. В киокушине, например, дожить к бойцам киокушина до второго раунда очень трудно, потому что это специфические правила. И кикбоксер, как правило, более мягче. То есть мои ребята, мои ученики, ну, а я не договорил, да, я прошел последние пять лет в Японии и являюсь промоутером на японский рим. Ну, успехи конкретно в деятельности промоутера следующие. Я выиграл с нуля на уровень чемпиона мира по версии Панкрас своего друга, коллегу Кистути Саргучу, и мы стали королями Панкраса. Ну, условно говоря, это эквивалент Кей-Ван, а только боюсь правил. Раньше был Прайд, Панкрас и Кей-Ван. Пожалуйста, присаживайся. Анзат, так сядьте, вам удобно будет. Назад, назад, садитесь, вам удобно. Нет, на ягодице, да. Какая интимная подробность. Значит, мы там добились успеха, и хочу вам вот что сказать, друзья мои. Мы всегда выходили в каратэ-гейм. На бои без правил мы выходили в Японии в кимоно, потому что мы несли... У нас было правило никогда не выступать в каратэ, потому что в каратэ мы с собой поделемся, и это будет... Ты крут, но в рамках вот такой скорлупы, как в яйце все, что происходит в киокушине. Все крутые, но их никто не знает. Только бла-бла-бла-бла. Хотя русские бойцы самые лучшие. Когда ты идешь в Токио, в городе, у тебя эти тусы свистят, говорят в каратэ сразу, в каратэ, да? А, в Руси, в Руси. О, в Руси, гуд-гуд. В Токио Россия номер один. Уважение к русским. Но мы-то знаем, что у нас здесь этого неуважения, ничего нет. Некоторые взяла считают один-два-три. Не Ич, Ниссан, а один-два-три, я смотрю, в России. Тогда давайте по-русски назовем что-то. Если мы идем путем Японии, мы должны себя уважать. Поэтому я этот флаг привез из Японии, сильно повесил, нашим додзер. Это солнце освещает наш путь. Так вот, друзья, я к чему это веду? Чтобы настроить именно на позитив и на работу. Никто салон никого не зовет. Смотрите, вы в выходной день пришли, и еще тратите свое время и денег. И слушайте меня еще. К тому же, какие-то здесь мои доводы и версии. Но я хочу до вас их довести, потому что я впервые в вашем городе. Я вчера уже смог немножко прогуляться, мне очень понравилось. И я хорошего много слышал о городе. Мне в клуб один мы вчера сходили. Ну, в общем, классно у нас. Я бы хотел здесь бывать. Но не только по работе. Но в данном моменте сегодня я по работе. Значит, окончательно, что касается именно нашим дакам. Если кикбоксер дошел, конечно, до перчаток, то киокушинам будет уже тяжело. Ну, примерно, да? То есть, всегда надо все-таки реально оценивать ситуацию. Один из примеров нестеренка, который вышел на бои. И я сидел в первом ряду, и мальчишки сидели. Передо мной молодые. Они каратэ занимаются. Не знаю, каким. Я каратэ занимаюсь. И мальчишки говорят, «Блин, хорошо, что, говорит, вы хоть не в кимону вышли. Говорит, позор, что какой-то». Позор не Нестеренко. Нестеренко воет, который ему школа сказала, и он вышел. Но позор тем, кто его туда поставил неподготовленным. Получил серьезные травмы. А у нас в России спортсменов не особо чистят. Посмотрите, если он будет как овощ сидеть в коляске, кто ему поможет? Только вы, вы и, возможно, я. Так вот, что происходит. Нет ни рынка, ни понятия, ни законодательства, ничего в этих боях, и во всем. Мы опасными вещами занимаемся. Люди умирают. Почему? Я один раз досье свое посмотрел. Я служил в пограничных войсках КГБ СССР. И в руки попало мое досье в архиве. Когда я сидел в мой гаутфахте, я ее умыл. Мне там ребята показали. Там записано, что у меня есть приводы в милицию в советское время. И написано, что за занятие каратэ. Была статья 219. У нас шкур так и назывался. 219. Как статья Уголовного кодекса. Так вот, значит, и каратэ это опасная вещь на самом деле. Из-за него было очень много у всех проблем. И если мы в своем доме с вами наводим порядок, и можем как-то работать, нам было очень интересно вступать в киоху шинкай, в боевом самбо, в кикбоксинге. И мы это будем делать. Так как мы это уже делали. И хотим пригласить на свои соревнования. Соревнования на данный момент будут не мастерские. Так как на сегодняшний день я не вижу хороших перспектив для того, чтобы мастер спорта жил хорошо в нашей стране. Я не вижу лично. Я за это. Я знаю, что такое должно быть. Но бегать по спорткомитетам и кого-то клянчить, это уже уходит. Я это не вижу. Живут единицы хорошо. Кто откуда-то там сверху чуть-чуть денег кинули, и они говорят, вот мы круто живем. А пацаны не живут нормально, мастера спорта. Так что мы там отрываться не будем в эту сторону. Идеологию мы проводить не будем. Я был в министерстве по спорту и туризму и засвидетельствовал то, что я нахожусь здесь. С ним я хорошо поговорил и сказал, что больше я здесь у вас никогда не буду. Мне это не надо, нашим спортсменам. Нашим спортсменам нужно здоровье, хорошая материальная база и оплата от спонсоров, которые готовы сегодня это делать. Вот что надо делать сегодня в нашей стране. А не ждать этой корочкой и показывать, вот примите меня в институт или дайте мне работу. Давай, иди отсюда. Вот в чем дело. Поэтому сразу могу сказать, что если мы будем работать в нашей системе и выступать, там никакого роста не будет в плане спортивного. Но там будут профессиональные бои в данный момент, значит, наверное, сегодня это не удастся. Это, может, в следующий раз будет. Или в Казани мы будем проводить, в Магодзе оборудованном, именно семинар. Интересный бой те, кто работает именно из каратэ, но в правилах может полного контакта работать руками в голову и амама, конечно. Вот эти люди наиболее нам сегодня интересны. Так как, что значит профессиональный спорт? Профессиональный спорт вас приглашают с вашим тренером, вам оплачивают всю дорогу, вам платят стипендию, вы едете за границу, вас хорошо снимают и вы хорошо приезжаете. Вот что такое профессиональный спорт. Для этого вы просто должны быть хорошо продаваемы, потому что наш труд на работе, на станке мы продаем, детей тренируем, продаем. Значит, вот что должно происходить. И на будущее, если вы узнаете, то вы будете меня видеть не как спортивного функционера, а как спортивного промоутера, продюсера или человека, который двигается в эту сторону. И наша организация будет строиться по этим принципам. Хотя основной принцип, конечно, это работа, дети вырастают, мы это все будем тоже делать, но есть выход на профессиональный рейд. Все, я закончил свой монолог, значит, ребята. Я, насколько я понимаю, что мы сделали небольшое отступление, и мы дождались всех. Я не сделал для этого, да, не для того, чтобы детство вас удалось так. Значит, сейчас мы быстро разминаемся, работа по секундомеру. Мы быстро ознакомимся с правилами нокдауна, мы быстро поработаем в парах. Я быстренько уделю внимание трехсекундному захвату и пятисекундному клинчу на земле, чтобы вы просто ознакомились. К его кушину прибавили вот эти две циферки. Три секунды и пять секунд. Кайским боксом в данный момент не будем заниматься, потому что это все понятно. Это К1, это вообще классика. И потом перейдем к правилам ММА и грэплинга. Грэплинг, чидокан это как раз та дисциплина, которая позволяет, если вы знаете, есть такие правила ирегуми гон, японские, это правила, скажем, где выступают каратисты, но в полный контакт бьются. Разные школы собираются, но, по-моему, это исходная была, вышла из Годжирёки, а в Годжирё они как бы это включили, ну, чтобы выпустить парк. Хотя вот эти системы традиционные, они являются бесконтактными, потому что техника идет как бы на волевые точки, на убийство реально. Говорим, все, я закончил, значит, вот по этому началу какие-то вопросы есть, пожелаемые? Вопросы? Нет, значит, да, слушаю вас. Шидокан у нас развивается, какие города? Да, хороший вопрос, да, понял, да, значит, я только полгода здесь, мы с вами увиделись, я только приехал. Шидокан, значит, мне было предложение жить в каком-то из городов центральных, Питер, Москва или доуральский город, да, как бы основной. Ну, по национальности я татарин сам, и мне как бы захотелось пожить среди своего народа. Значит, я избрал Казань, и Казань является сегодня нашей, ну, по неофициальной, как бы, такой информацией, неофициальной столицей спорта в нашей стране, да, России. Значит, пока что мы будем находиться здесь, но система, значит, я действую по той системе, как действовал Аяма, со своими брончифами, да, то есть, насколько мы знаем, что Сосай давал поручения и не спрашивая, брончиф отправляться в ту страну, куда бы направили. В нашей организации есть институт учидесси и система вот брончей, ребята японцы, они по всему миру разбросаны. В Австралии японский брончиф, в Бразилии и так и далее. Здесь особо моего мнения не спрашивалось, ну, хотя был легкий намек, и я поехал в Казань. Помимо этого, в Калининграде на данный момент, ну, там такое затухающее, развивающееся. То есть, с людьми мы там уже работаем 10 лет подряд, но они то занимаются шотаканом, если им, ну, опять же, от государства зависит. Спорткомитет, видимо, на их клуб какое-то делает воздействие финансовое, и они сразу работают шотаканом. Это нормально, едут соревнования, ну, что же делать-то, денег-то нет на самом деле. Потом там это дело закрывается, они одевают полный контакт, да, поэтому они вот не то, что именно носители бренда шотакан, но они работают именно в этих правилах. Это Калининград, в Москве, значит, у нас на данный момент непрямые названия шотака носителями, пока, ну, это рано становиться, это нужно год, лет пять, я думаю, пятилетку мы должны одну сделать, чтобы кто-то вообще вырос в нашей системе и мог носить там какие-то причиндалы, и все работает. Значит, ну, работа идет у нас с московскими двумя клубами, это Цушингьян, Ашахара Киокусин, Калининградский клуб, Прибалтика вся, да, то есть я его курирую, и у нас в Казани, ребят, ну, те клубы, которые из Казани, Киокушин, вот я с ним и знаком, и Федерация Муань Тая, Роберт Халиуллин, да, вот с ним как бы мы смотрим, ну, мы смотрим спектр, с кем можно работать. Именно вот название в чистом виде, только шотаканцы, на данный момент я представляю только я. Шотакан, ребята, не путайте, вот именно написание Ши-до-кан в канже, вот такое, это мировая ассоциация шотакан-карате. Помимо этого, шотакан он называется Айкидо, Кендо, Яйдо и Акинава, Акинава Шорин Рю, у них тоже организация называется Шотакан. Поэтому Шотакан это школа пути самурая, то есть это такой бренд, знаете, как Киокусин, да, Син Киокусин, это тоже игра слов, то есть там ищем предел, потеряли предел, новый предел, там, в общем, разные, это по канзе читать, ну, данное название, на данный момент я являюсь лично носителем знаков, двух знаков, как бренд-чифт, это Сакура и написание, то есть это зарегистрировано у нас в патентном бюро российском, и, как бы, знак зарегистрированный, закрытый именно в нашей организации, то есть право производства, применения и названия, то есть является нарушением законодательства Российской Федерации. Ну, в принципе, такой момент. Все, друзья мои, сайза. Все, друзья мои, сайза. Уши и лицо очень сильно прямо натираем сразу, но сходу начнем работать без всяких штаток, без власть и без внушек. Шею сзади и волосы вот здесь, затылок, все вверх. Шея, головы. Смотренько, хорошенько, сильно все приезжает. Смотренько, обратно. Проблакая ручка вперед, ругая назад. Ну, примерно, примерно, сколько сможет. Обязаловки никакой нет вообще. Тому как удобно. Контакт второй. У нас уставчики погрели. Сейчас подготовка, я просто переделил. У нас в шоке у нас... Шоке за 2.7, Пределая ручка, ручка, стромого. Шоке. Менее. Шоке. 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 Беги. Плечи, плечи, я горюбок сами. Грудью стараемся, плечи. А почему? Это же, конечно, самое главное – здоровье. Молодец. Теперь наоборот руку. Вышли, надо здесь. Тайку и пошли. Кидали, колобили. Мягче. Мягче. Хорошо. Хорошо, животик поценивали. Далее, что-то. Пять. 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 Лучше с руками делать. Стена-то идет. Сделать с руками, почему? Потому что она растягивается хорошо. Пять. Пять. Совсем на голову. Спинку потянуло. Стена-то. В страх. Пять. Как? Уб twice. Каждым ухом сейчас молоко старое и тоже к нам, да, сделали. На правом левом ухом тоже самое, погрелись, не торопитесь, аккуратно. Да, ребята, вы увидите, подойдёмся за это, напомним. Ну, я вижу человека ухом написан, понятно, что он отдавни понятный. Кто-то игрался так, что только по корпусу мы поговорим здесь, за полным контактом, да? Значит, внимая, смотрите. Властейки ухом карате – это правило нога, это хорошая схема вообще. Если бы он изменён, я не представляю вообще, что было. Значит, мы сейчас очень аккуратно поработаем правила ногам. В ногам правила запрещены удары. Запрещены. Имитация какая-то дёргана – это не рекомендуется. Тем более удары, ну, понятно, что он от этого не умлёт, но он от этого настроения портится и не менее о вас, да, как мы думаем. По яйца мы бьём, удары идут здесь, здесь. Сейчас я рекомендую всё-таки одеться, потому что скапы, бандажи. Почему? Потому что вы, на самом деле, скапы, если она есть у вас, вы будете задыхаться и чувствовать, что жизнь вам так прекрасна, как вообще кажется. Да, и мы будем очень аккуратно дозированы, просто чуть-чуть поработаем, да. А потом уже перейдём на какие-то более действия качественные, с переходами на удушение, на болячки. Ну, а правила с ногам. Пока что мы дойдём и расширим. С вами мы. А чем? С вами? С вами. Сейчас желательно. Вот тут аккуратненько. Сейчас желательно вес, рост чтоб совпадал, да. На деле, значит. Мы будем работать буквально две минуты, значит. Бои, в правилах, ногам проводятся две минуты. Вы подъём друг к другу, пока. Мы ещё не удастся. По парам разговариваешь. Я могу сразу вам сообщить и сказать, что данная техника закончила. Данная техника не уходит в работе с оружием, да. То есть это спор чистый, чтоб представлять, что эта жизнь вам не спасёт. А кто с кем? Ну, я не хотел бы, чтоб с одного полосы. Нет, нет, нет. Давайте от этого расстрелиться, да? Нет, я буду. Конечно, по парам разбить. Я хочу, чтобы не маску с кременю сайта. Ну, вот. А кто с кем не знаком? Кто с кем не знаком? А ты к матушкам? Есть с кем не знаком? Вы его, пожалуйста. Мы. Хорошо. Так, а вы будете тогда со мной, да? Угу. Мне очень приятно вообще. За счёт днем гаража. Да. 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 Так. Значит, сейчас очень аккуратно, без фанатизма. У нас будут соревнования. Мы просто учимся, что такое нокдау. Обрабатываем, ходим. От своего максимума 30%. Да, я так говорю, в Европе. В России, я говорю, 10. Потому что в России они мощат все конкретные. Это очень хорошая как бы схема природная. Поэтому аккуратно просто мягко. Минуту один, минуту вторую, потом из этого дела уйдём. Выкатай. Ос. Хорошо, по парам, а на камере. Ос. Разжимай, поехали. Ну нет, давайте я вам покажу. Ну да. 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 Один, один, а потом второй. Один как бы защищается, чтобы мы цель настроили. Стойка бойцовская, не надо там что-то давать. А за что-то как, как в Бакстрою? Да, как хотите. Сейчас мы уберём. Как двигать, да? Двигать на старт. Насчёт практики два раза. Даже как вот. Так я вам не подходит, чтобы заколдить. Вы меня нападаете? Выпадаете. 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 Выпадаете, да? Я к этому вымирю. Если вы так вот, вот. Выпадаете. Ну я вот с ним не заберу. Я потом уже опять же. Я вверх. Второй. Отогали. Второй. Отжимай. Поехали. Пойдёмте. Ничего. Он не бьет. Ничего. Он не может. Он сложно. Работать на ногах? Нет. Шокирует мои бороды. Раз. 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 Садец. Руками ногами, конечно, голову можно показывать. Бить не сильно, да? Руками, естественно, голову не бьет, да? Давай. Закончим. Хорошо. Я тут начал уже хитрить. Вот смотрите. Теперь наша работа будет заключаться в том, что… Понятно. Удаю, ногаун, каракаси. Нам сейчас не нужна борютка. Что я ее… Как она зовут? Аня. Аня. Что Аня меня и я ее. Это понятница. Наша задача, чтобы понять правила. Значит, сейчас, опять же, Аня меня начинает пытаться по нокдауну работать. Бить меня по правилу нокдауну. А я уже начинаю ей мешать. Смотрите, как только я на Аню положил руки, так, это не захват. Как я взял ее где-то… Оп. Оп. Это уже захват. И сразу рефери в лице, как Мулина Выборта Ахмедовича, то есть у меня сразу начинает… Ич. Нынь. Сам. Стоп. Я сразу застаю. Как только вы схватились, я начинаю отсчитывать. Ич. Нынь сам. То есть вы обязаны после этого отпустить его. Или мы абонятно схватились. Или она меня взяла и начинает отбивать меня корпус, забить. Я все равно, а я тут мучаюсь где-то в углу. Боевые линии проходят. Значит, рефери начинают трехсекундные. Отчет в стойке. Попробуем. Значит, вы можете не мешать. Боевые линии поэтому выталкиваем, отбежать, а там все к забору там. Так и даже уходы всевозможны. Это все реальное и возможно. Приготовились. Приготовились. Подачи. Да, сами примерно, да. До трехсекунд. Две посчитали, остановились. Один нападает. Да, да. Один нападает, второй защищает. Один нападает, второй защищает. Держим, второй. Мы поработали по правилам нокдауна. Он поработал, по правилам нокдауна, поработал там, высокие, например, молли. И так и далее. Потом я работал нокдаун, он не держал, не давал, чтобы удары проходили. Моя задача не очки набирать, а именно проломить его, да? Мы должны научиться, хоть он меня даже и держит, но я все равно это время его отрабатываю. Он не должен, если он еще выпить, сейчас драка опять начнет. Опять будет каша. Еще раз возвращаемся ко второму пункту нашего занятия. Правила на гаун, удары. Он меня должен схватить в принципе и где-то не дать работать. Но то, что он меня схватил, я этим пользуюсь. Я прохожу этим, тоже пользуюсь я. И потом отпускаем его. Чем медленнее мы разумные действия, мы даже даем где-то подыгрываемому, тем лучше он улучшится. В акидо так улучшится. Что, в акидо сразу начинает там ломать что-то, что ли? В акидо там парная работа выглядит как будто так в реале. На самом деле, потом это получается. Ну хорошо. Приготовились, я со стороны немножко посмотрю. Хочу. Еще раз. Да, еще раз, второе как бы действие. Даже при... Я не буду. Давайте, я сейчас вам поясню. Всего заниматься. Я хочу. Хорошо, Сережка. Отпускаем, не отпускаем. Исходимся помедленнее. Вы быстро в жидком работаете. Стоп, ага. Чтобы мы не превысили лимит трех секунд и с ним не завозились. Судья скажет, стоп, а я борец. Он хороший ударный. Зачем мне с ним бороться? Поэтому, когда он у вас медленно работает, например, за голову схватил и бьет коленом куда-то. Ну, хоп, то я перевожу и перевожу сюда. Что, по пути с болячкой, да? Это понятно, к чему эта тема планица? Да. Не торопитесь, дайте вариант. Вороняйте актуально. Сейчас мы, как никто никому ничего не доказывали. Вот, приготовились. Начинаем. Начинаем. Я забыл объяснить, ребята. Если мы отправили в квартир, бойца отправили в квартир, в квартире нет удара. Мы именно таким образом отправляем его, чтобы что-то забрать. И на земле мы имеем право находиться в квартире без удара по любителям. Чтобы находиться пять секунд. За пять секунд вполне хватает вытащить болячки там, всевозможные сделать так и далее. И тут вообще море всего. Значит, для чего мы вытаскиваем? Сделать два нокдауна в России очень сложно и выиграть бой. Вот когда ты раз. Например, два нокдауна в Азаре получили. Поэтому каратисты, люди благородные, борцам они дают возможность, чтобы борец, как бы говоря, вытащил сюда и сел на болячку. Болячка – это япон. Поняли? Смотрите, как можно быстро выиграть бой. И сразу показывает, насколько приходят лохи из каратэ, которые там понтуются и отдают ноги. Какой-то делают там вариант. Вот этот вариант как раз и не проходит. И борец говорит, ну давай иди сюда козли. Берет и сразу начинает что-то отрывать. Потому что каратист подарил не смертельный удар, а делает себе какие-то поинты на очки. Вот это очень хороший вариант для того, чтобы воспитывать вообще. Значит, посмотрите. Мы работаем. Как-то выглядит. Даже, может быть, я пришел сюда, перевел на стену, все равно 5 секунд хватает, чтобы я его удалил. Только аккуратно. Потому что вы с разных школ, с разных стилей. Я не хочу сейчас технику какую показывать. Вот как вас учителя научили, перегрев партер. Любые там ахиллесы там. Любые варианты мы делаем. Где бы вы ни оказались, зашли там, снова шли его утащили или куда. Лишь вон пал создался все. Идем. В пары отмечали. Он какая? Да. Один работал, да? Второй. Приготовились. Нажимаем. Понимаете? Это нормально. Рубите. Зачем? Скорость. Вот. Дай ему вариант. Пусть он вытащит. Поверь ему. А что-то мы его там просто. На сергейный раз где-то бросим. Я вижу, пусть он пал. Нажимаем. Смотри, нажимаем. Леша, не один раз несколько нажимаем. Да, видите. Потому что этот уже был. Самый боевой. Захват три секунды, да? Пять секунды. Пять секунды прямо вынесся, вы можете в это время убрать. Захват три секунды. На землю все решили. Ну, я тут погуляла. Если я вас перейдем на зону, там пять секунды. Углопация прочтут, чтобы паштори я хорошо взял, чтобы у меня в корпус ушел вещи. Да, 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 да. Это как? Это первое. Это первое. Смотрите, что там. Да. Встал, ты был. Встал, ты был. Не, встал. Не, встал первое. Да, встал. Да, встал. 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 Встал или уже почувствовали обстановку. А мы стали как-то все одинаково и ровно. Значит, тенденция. У нас любая тенденция. Смотрите, что за причина вообще в реальных правилах любительских. Ну, конечно, если мы его там где-то бросаем, да, значит, не должны уже на него прыгать там бить. Все правила. Мы не должны куда-то не переходить. Бить нельзя, когда он упал, да? Чем вы его аккуратнее положите? Нет. Малаша. 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 Если он у него положили и мягко с ним сделали, чтобы он получил боль через удовольствие. Вот такая извращенная схема. Если вдруг мы выполняем какой-то там бросок и упали, конечно, и он пришел, это его проблема. Потому что он не сделал отбивку и вот. Держись, да. Вот видите, к шагу. И вот нокаут. Я такой, вот девчонки. Ариф или пам-пам-пам. Роберт победитель, да? Я прошу прощения, конечно, но когда мы падаем, надо уметь это все делать. Я бы написал, на семинар должны подготовленные люди подойти сюда. Значит, внимание. И он поплыл. Смотрите, он поплыл. Говорит, здесь, здесь, нет. А что было? Не удар? Бояться им себя дали? Нет. Мы упали, говорит, неплохо. Вот его проблема, что он плохо падает и вообще дал себя приземлить на стену. Понимаю, вот это можно. Но если бы я с ним падал втихаря, то бы присадил в голову. И так потом там. Га-а-а, Га-а-си-я, Га-си-я, нет. Это нельзя. Отдого мы выяснимо, на него сечка, откуда... Время падения... Ну вот, nouvelle нюансы я вам показываю. Пали вон не может вставить дышать – это накалIt. А у нас нокаут в карате до пяти, да, Кива Пушинач? До трех. До трех уже нокаут, да? Да. До трех япон. Уже до трех япон, да? Да, до трех не встал япон. Ну, пока что я правила международные шадаканы не буду. У нас до пяти считается четвертая. Но я только завист выходит до трех. А Лазарь это как? Лазарь пробили, показал и до трех япон встал, да? А нет, а япон? Япон все, то есть три секунды где это? Три, три, три сейчас. Хорошо, в общем, до трех секунд если ты уже не можешь работать, все, проблема. Все, скоро танкнулся. Летают в зал, давай на татами кувыркаться. Дисциплины нет, уже родители все шлема купили, они драться. В итоге раз дали, и потом он не мужик, а овощ так по жизни будет, если им попали хорошо. Поэтому с Бодзе я ребятам сказал, вы забудьте про бои, только тренировки. Это не надо, бои это смерть, это надо подразумевать. Детский спорт вообще это плохо. Мы сейчас за взрослые говорим, поэтому если на наш сетку не детский, и бои я объясняю, а если ты не можешь держать болевой эффект, значит ты и не должен быть чемпионом. Вот мое мнение, ты должен по всем позициям уйти. Кикбоксинг это понятно, да, кикбоксинг? Обыкновенный тайский бокс, в нем вопросы есть. Мы будем проводить изначально в России, это К1 правило, там нечего объяснять. Это колено, по голландской схеме у них два вида кикбоксинга, с локтем и без. Нет вот этого low, full contact, у меня была болячка. Стойки по любителям, там всякие болячки делать нельзя. Бой-бой, по кофе можно будет, это потом оттенете. Законный вопрос был, спасибо наш плеч, а? Спасибо. Так, правило шидокана получается, вот именно то, что сейчас это было, да? Это вот правило шидокан нокдаун, да, нокдаун каратэ, да. А сейчас будет совсем два боя, да? Да, сейчас уже будет третья дисциплина, которая в одном раунде происходит. Но это тоже шидокан? Это тоже шидокан, все. Это тоже шидокан. Все, заработаем, вот типичный вот человек. ММА это, ну, ладошками поработали, как бы в обрезанных перчатках, да, когда делаются, знаете, ММА даем. Микс. Давайте остановимся в паре, сейчас ладошками шатэ не бьем. Макетэ там, где-то чуть-чуть, там, да. Вот она, где-то где-то меня пробивает, я чуть-чуть прошло, повозился. И вот когда я, например, в нему близкий захват зашел, вот в ММА шидокан, в правилах ММА, можно клинчить на какие-то 15 секунд. Ну, клинчинг является, вот как мы взялись, например, и вот мы начинаем возить, я выдавливаю его аккуратно. Где-то потом стараюсь вывести. А, ребят, вот здесь мы уже где-то 6 секунд, 7, 8, он выходит меня отталкивает, куда-то переворачивает, выходит, захватил ногами, например, до шеи у меня взял. Теперь я уже попался, мне надо как-то спасаться. Да я куда-то в парцовский нос выхожу и ухожу, да. Вот мы начинаем вот. Время вышло, 15 секунд. Сами приседят, вы другая дозируете, но будете 20 валяться, ничего, чтобы вы почувствовали. Опять стали ММА, естественно, идёт с руками в голову. Да, ММА и стойкие ММА другие. Потому что уходим с сильней атаки и его забираем. Вот здесь нам надо поработать, у нас любимая зона на это уходит. И я вот так буду всё время стоять и вылазить. Вы не встанете, вас будет сбивать, это кажется, что вы сверху. И снизу портеристы, бразильцы, они вот сразу уходят сюда. Вот у меня ребята в Рике, в профессиональной команде, они в Ирландии сейчас живут, тренируются в бразильских мастерах. Вот он упал, он сразу вниз тел, таскивает, аккуратно положил в куртках и ты ничего не сделаешь. Он тебя выхватывает, потом берёт на болячку, переворачивается. Спасибо. Типа бьёт, второе старайтесь ребят, чтобы не было властью. Подпишите. Пойдём. Может, всё прочее? Да, да, да. Черт, конечно. Вот так, чтобы высших отмена, и погибли. Пойдём. Пойдём. Ого. Болячка хорошо, хорошо. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Собачья, ты видишь? Гриферин. У нас Депро валяшки, валяшки у вас за сколько есть. Огрыше! Хожу! Я сейчас не правильно делаю, что я тебе говорю. Возьми, я должен привязать тебя к тебе. Вот в эту позицию нельзя запустить. Смотрите, она была сверху, начала бить, я заблокировал ее. В момент, когда она меня разбила, я ее перевернул, использовал энергию. И сейчас я ее взял и начинаю набивать. Если мы в перчатках, то мы берем руку и здесь начинаем уже наносить удары вот таким образом. Вот и маман начинается. Играем. Да, я зап goddess! Возьми, давай! Я уже устал. Наверное, я стараюсь где-то пощучить, но ему не нравится. Какой-то пульс. Первый! Пас поменялись. Сейчас, ребят, я смотрю на 2 градусы. Я у меня тоже. На сумме заправилась. Если ММА имеет правила, то это микс, маршал арт, рус. Тайский бокс – это одни правила. А у караты нет правил. Караты – это окинал арт. Это удар разный. Какой спорт? Это вот такие люди, которые живут в 20 веке, они придумали такую ерунду, чтобы быть типа хорошими бойцами. У караты нет правил, поэтому на самом деле ближе всего это бои без правил. Но чтобы до конца на планете все не вымерли, мы все-таки одеваем оборудование. И вот у правила ирегуми – это очень близкие. Потому что такая мудрая организация, как Годжу Рю, она вела ирегуми. Потому что они самые большие ревнители того, что караты не может быть спортом. Но там нет правил. Там любое должно покалечить, остановить противника. Значит, в данный момент мы должны четко понять, эта стратегия для Киукушина для всего хорошо подходит. Значит, когда мы входим в бой, в борьбе, например, это лучше всего проверяется. Вы должны быстро переключаться. Это получается так. Мы упали и ищем прием. Ищем прием. Я специально тебе такие дырышки оставлял, чтобы принять хоп-хоп лишний раз. А ты идешь чисто в борьбу. Ты не думай, что в этот момент он мне может пару раз по щекам ударить. Я только закроюсь, а потом что-то удобное делать. Или наоборот. Мы начинаем только бить и при этом на злое. Федя, Федя, смотрели, когда Емель Аня пишет на бразильце, как что было? Федя буквально, он абсолютно имел себя в железную прямую позицию. Но здесь он чуть-чуть повелся убить до конца. Он же сам сказал, что его как раз эта тема подвела. Жадность справа разгубила. И все. Ему только не надо было показать, что он типа поплыл или что-то. Этот Вергум или кто его там знает. В общем, кто-то, да. Ему выхватили и Федя. А Федя, значит, на порядок вышелся. Дядя наш этот борец. Так что мысль вот в чем. Вы хорошо переключаетесь. Так и в бою. Хорошим ударом обладаете. Вот на улице Шахимахач начался. Поклинчуйте, сломайте схему бойцу другому. Если я и киукушин, то не очень легко драться с киукушином. Потому что я знаю, что он сделает и точно знаю, что он будет сделать. Бороться нормально. Никто не умеет бороться нормально, если кто-то чисто занимается. И кто с киукушином будет драться только киукушином. Правило. С борцом не бороться. С боксером не боксируй. С каратистом не работай. Вот это правило на работе. Давайте сейчас придержим это правило. Обнулимся. Забудем, что мы карателе. Чем ты занимаешься? Сможем где-то находится сбоку и снизу проверять. По корпусу можно попроверять. Здесь пощечины, они такие уже более-менее пожёстче. Потому что, что это такое пощечины, да? Пощечины. О, смотришь. Например, раз. Сидел домой. А я ему пощечину. Пах! Пах! Пощечины. Это атемия. Он уже начинает дергаться. И он где-то начинает сам, или чуть-чуть щелкает, пытается прикрыть. Мне только это и надо. Я уже раз здесь взял, и потом перебил. И задушил его в ходу. Если мы только боремся, это получается классика. Ударов нет, отвлечься и нечем. Обычно как делаем? Отвлёк. Пошёл сюда. Вот давайте на этом принципе немножко поиграем сейчас. Не в силе ударов, а в обмане, да? Потому что бразильское джиу-джитс – это шахматы говорят в боевых искусствах. Как ты сделал первые два шага, у тебя пятые шаги из этого, так сказать. Там партия. Вот этому надо научиться, и тогда мы не будем думать. Но из этого стиля, из этого любые могут входить уже в нормальные бои. Давайте это сделаем. Это как бы таким конечным результатом более длинным у нас будет. В чемпионские бои, когда, например, мы побились, и вот мы вышли в финал. Мы вышли в финал. Бои проводятся нокдаун с голым корпусом. Келкушин с голым корпусом. Потому что два хороших бойца выходят, им дается очень минимальный шанс, чтобы они ноги схватили. Корпус голый, и бой начинается по нокдауну голыми кулаками по корпусу. Плюс трехсекундный захват, переведение в зону 5 секунд до болевого. Не бить нельзя. Правила закончились. Переходим. Не вырубили друг друга. Все, скорота закончена. А, еще момент. В правилах ногам она мне сделала в Азари. По печени. Скинула руку. По печени я поплыл в Азари. В Азари в Шидокан идет до конца боя. Не капки укушения, если в Азари, то первый раунд уже все, да? Выиграли. Нет. Идет до конца боя, чтобы не было вариантов играться. Она мне сделала в Азари, а я думаю, биться не буду. Сейчас ей болячка все. И сделаю. Болячка – это японка. Да ну или, например, я сделаю японский с ударом ногой. Тоже хороший вариант, чтобы пойти не расслабляться. Что происходит в келкушении? Ты сделал в Азари, и как чмо начинаешь бегать. И все судьи тоже глаза закрывают. И ты до конца раунда бегаешь. Это не боевое искусство. Когда ты сделал, и там где-то нечаянно кто-то что-то показал. Нет, ты еще подерись, и в Азари докажи, что не до конца не будет бегать. То есть я понимаю, бой вот так. Это надо честно. А не фуфлыжат, чтобы выезжать на всяких краях. Значит удар он закрылся до берега. Облегчи его. Участь. Да, участь. Отрежь ему голову. Косяку для чего было в Японии сделано? Самурайским мячом. Для того, что когда мы делаем сипуку, надо отрубить голову, чтобы он не мышился. И брали они сипуку именно. Или брата своего. Или, ну отца не знаю, но кто-то из близких родственников. Смерть должна быть быстрой, и какой же он не успел много плохого вспомнить. Да, 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 поработаем, поработаем. А смотри, как это хорошо сделает. На аудиторию мы начинаем проводить. Вот это первая секунда. Сейчас две секунды летят. Так его просто не трудно будет, а вот ты еще можешь здесь прогибнуть. Руку потешим. Вот, вывез. И вот три секунды. Валяшки пойдут сюда. На переходе, вот. И вот он сдает, и чистка от обеда. Брона, батя, катя. А, бьем, рано. А, бьем, рано. А, и пять секунды летят. А, как ты ее валяешь, это тоже реалитет. Но это валяшки. Я сейчас летел и показываю. Не показываю? Не показываю вообще. По этим правилам нельзя. Это правило каракетам нельзя показывать. По правилам, чтобы быть ее в тушинах. И здесь лучше пробиваем. Здесь нельзя. Ну, сейчас человек не снимает тебя в тушинах. Он не снимает. Даже не показывает. Хорошо, что не идет. Я-мое. Я-мое. Применялись. Как вот из этой позиции добраться до портеля, чтобы побыстрее за пять секунд. Была продиктована тема, например. Бая гели. Мы проводим. Это рич. День. Са. Щи. Уже под подгон и подошли. Вот так рассчитана схема. Поэтому у нас должны быть заготовки. Правильные заготовки. Например, руки в корпус такие хорошие. Мы проводим, проводим здесь. Сели. Маляшку вытянули. Сделали. Все очень быстро, качественно. Проводили. Вышли. Положили. Встали и пошли. Это работает чуть ли не как в форме кота. Кота поэтому не застревает. Поймали ногу. На улице если он ботинок подарил. Все. Это ваши. И яйца, и глаза, и все остальное. В зависимости от того, кто там будет. Заряжаться все дури. Вот он вам дал шанс. Потому что правильный удар. Слушай. Бум. Башку отрывать надо если вы бьете. У некоторых там я. Все. Ты шанс пропал тебя, да, Леша? Я отсюда вырубил. У тебя было выгодно от позиции. Надо было отбежать. У тебя было выгодно от позиции. Надо было отбежать. У тебя. У тебя. У тебя. У тебя. У тебя. Явы, яйца. У тебя, мэм. Закончайте. Хватайте в руку, суда кого-то. Давай, Лис. Ой, пошла работа. Пошел, пошел до конца сряда. Давай, давай, давай. Три. Два. Один. Стоп. Хотя это уже где-то приоритете. Хорошо. Держи, пошел, пошел, я хорошо. Три, два, два, три, два, три, два, один, я мэр. Хорошо, ты очень правильный. В 10 секунд. И в 5 секунд. Давай, давай, играем. Не-не, я мэр на меню. Раз, два, три. Стоп, 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 стоп. Давай, смотри, не стой. Давай, стой. Ровно, не стой, не стой. Ровно, не стой. А, что ты сейчас? Пошел, пошел, пошел. Понятно, не стой. Пристань, поэтому я не мэр на меню опять. Хожу. Влажно, влажно, влажно. Вот, влажно. Не работает. Сан, ши, го. Хорошо. Здесь, как, влажно, не влажно. Хожу, как. Хорошо, попал. Отлично. Смотри, с ним я застрял, например. Ну ничего, влажно, влажно. Не бойся. Гальта. Вот. Че, ты не поплыл. Ты не бойся. Если он прямо вперед сразу начинает идти. Прямо я закончил. Ну да. Да, малыш. Ну и... Я так прыгнул, да? Но я не поплыл. Я подпул уже. Там где-то начинаю там. Уже. Ну. Здесь идти, да? Это другое. Судья уже так. Не очистил. Здесь стоит. Хорошо. Готов? Да. Фамилия? Готов. Готов. А если он... И начинает такой... Вспоминай. Да. Лево! Судье. Судье, понимаешь там? Ну все понятно. Домой тогда. Значит, крикайся к нам. Так вот. Бывает что-то так. На вашу. Жестко. БА! И все. Он пошел. А бывает, на вашу попал. И я забрал. И все равно здесь что-то. Ай! Перевожу и все равно. Пытаюсь что-то заходить. И он начинает. Ээээ, болячка. Вот я пошел. Я живой еще. Я на автопилоте живой. И здесь начинается борьба. Не останавливается. Баги и драки. Никто вам не авторитетнее. Нет. Главное живым остаться. Ну, когда? Ну. Спасибо. Назад, назад, назад. Отдыхай. То есть, вот это напряженная позиция. Да? Когда я в Японию приезжаю до сих пор. Ну, я-то вообще там пацан среди моих коллег. Восьмые даны все заходят в дом Канчо вот так вот. И перед входом сидят. Ждут. Канчо может гулять там. Звонить девушкам. Отдыхать там. Жарить яичницу. И они будут целый день вот так сидеть. Такой порядок в Японии в нормальных термах не как-то там развалился. Заходишь и сидишь. Я не говорю, что это мой адрес. Но вот такой принцип. В Шадакан до сих пор, если ты не дай бог опоздал на тренировку, ты посадишься как старым киво-кушинник в стене. И лицом сидишь возле стены, пока тебя пригласят. Бывают случаи, когда не приглашают. Тренировка идет до порядка четырех часов. Сидеть сайзад четыре часа это тоже серьезно. Когда учитель, ну, хочет тебя расслабить, он говорит, Анзо. Ах, хорошо. Но так перед учителем, так никто не сидит. И так не слушает. Все бойцы, как правило, себя с ровной спиной выдержаны. Это не то, что мы преклоняемся перед учителем. Это мы уважаем сами себя. Это будто внутри нас. Я хочу об этом сказать, потому что мне это объяснить. Моя первая общая тема, когда я прилетаю в Токио, я еду и мою могилную стацию Аяму. Бакибукара в Гокучи в храм. Это мое святое стремление. Поклониться, поехать, потому что это наш первый учитель. И можно говорить много о киво-кушине, а Аяма киво-кушине это разные вещи. Аяма на самом деле это Аяма. И нам повезло, что мы идем как бы по его пути. И это вот эта тема. Поэтому контроль будом живет в нас, а вокруг нас это все мультфильм. Сегодня, здесь, завтра еще что-то происходит. А такие вот дела и вот. Поэтому, если вам будет интересно, передайте своим сенсеям. Вот кто-то сегодня в зале у нас. А никто-то, кстати, вот. Елена, да? Татьяна. Татьяна. Это девушка, кто не знает, это наша прославленная спортсмена на первом чемпионате мира. Завоевавшая второе место, да? Второе место в киво-кушинка и карате. Это был первый. Я, кстати, тоже должен был выступать. Я Латвию как раз выиграл, да, вот эти. Я рассказывал, четыре боя и меня до 80. И мне безус по-моему, как раз-то распространяли. Смотри, смотри, смотри. Даже из мобилья там идет, а фотографий не было, я уже не поехал. Тоже хотел участвовать. Но мне там особо не светило. Там Кенфис Патрик был как раз, да? А вот Вася товарищ мой, он как бога чемпионом, он стал в птижах. Стружков Вася, он стал третьим как раз в птижах. Вплоть до отравления рек, фехтование хиджиката в этом. Он преподавал фехтование, и бойцы владели двумя мячами, как в стиле Мианата Мусаси, школа не то, да? Двух в небес, и так и далее. Так вот, и вот здесь написано, и со слов начинается. Густав Сен Сангуми. Шидо. Шидо, путь самурая. И мне часто говорят, ну какой ты самурай? У меня есть фотография в интернете, можете увидеть. Я в шлеме, которому 600 лет. Моего учителя родословный Кабутон, шлем самурайский. Их рода и катана, они тоже 600 лет. Эту реликвию я брал в руки. И мой путь в самурайстве только этим и заключался, что я одел шапку и взял катану. Я спросил учителя, говорю, а как вот на самурайе? Я взял меньше руки, и здесь на пятой данной и на пятой идет сдача с катаной. То есть у нас рост уже после этого идет каниши гири, разрубание в темноте, передвижение. То есть с пятого данной экзамены идут во всех. До третьего данной это кио-кушин, потому что кио-кушин это очень низкая операция, у нее нет базы. А я у меня овладел такими секретами, которые мы очень далекими, как шиторю и так далее. Поэтому небольшая база, которая дает хорошие навыки. После третьего данной, считается, люди могут развиваться в других стилях. И так и происходит у нас. Смотрите, в основном все идут по традиционным стилям, там акидок кто-то занимается. Это нормально. Нельзя только в рамках одной школы, потому что у меня где-то есть предел. Вот в нашей школе Шидакан идет до третьего данной чистой кио-кушин. Мы придерживаемся правилов ЕФК. То есть вот то, что у Варнеева программа была, да? Она самая нормальная для европейцев. Сделан европейцем, и мы лучше обрубаемся. Поэтому я сказал, Канчик, я экзамены сдавал там, там эти. Канчу говорит, Стив, 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 на меня, да? Я говорю, ну я на семинары, я на Канчу встань на Карнеево езжик, Стиву Арнееву. Очень приятно пообщаться, потому что он жив, дай Бог ему здоровья. Интересно там по жизни, как мы общаемся. Значит, потом идет базовая техника именно Шидакана, какие-то вкрапления на уровне ката, дыхание, активная медитация, работа с энергией. Это кейкенджитсу и работа с самурайскими мечами, допустим. Я только вот сейчас начал входить, это более высокий талаташ, и там тоже надо работать, в принципе, как и ката. Работа с энергией, надо дышать правильно, там позиция, работа с солнцем, там. Мы придерживаемся еще буддийского учения секты монахов, секты Шингон, да? То есть это монахи, которые обучали Ямагуси, духовной составляющей, а Ямагуси являлись учителями ниндзи, так называемых, нинджитсу. Сила Бекай, да? То есть, ну... ... ...